Сын отпросился переночевать у друга. После чего мальчики поднялись наверх, Никите домой. После подошел мужчина, где начал распивать спиртные напитки с молодыми людьми. Он наливал мне, а я прятал стопки, которые он наливал под стол. А все остальные сидели выпивали. Получилось так, что мы минут 40 сидели общались, а себе он рассказывал только то, что он тренер патриотона и физрук в школе. И начал домогаться до моего сына, где сын ему ответил, вы говорите, это нормальная ориентация, то, что пристаете к мальчику, все. Ну и отсел от него. Тренер патриотону остался с Никитой, с мальчиком сидеть на кухне, дальше распивать спиртные напитки. После чего Никита напился в неадекватном состоянии, он его на руках унес в спальню. Я помню, как он с меня снимал штаны, вот это вот все конкретно. То, что пытался домогаться, то, что он лапал нас всех, вот это вот все, я помню. Сын мой зашел в спальню, после чего он якобы уходится, он заходит туда, видя то, что мужчина не ушел. А что вы здесь делаете? Мы здесь сексом занимаемся, не мешайте нам. У Никиты сняты наполовину уже приспущенные штаны, где он начал выгонять его, кричать, там все всяческие. Тут мужчина как бы испугался, он ушел из квартиры. Мне как-то было стыдно, там, то есть смеялись, я хотел спросить, типа, зачем, к чему, то есть уточнить, точно ли он педофил, вот это вот все. Вот, он приехал на ГЭС конкретно. Никитин отец, и я как бы, мы там встретили этого мужчину, где я как бы не вытерпел, ударил его два раза в область леса. Я обил его, отец мой, вот, отец Сережа, вот так вот все конкретно. Там машина была целая, милиция приехала, машина была целая, мы уезжали, машина была целая, никто к ней не подходил, ничего не было. Мы уехали, она на ночь осталась, может быть, и все. Следовательница записала это, отнесла, показать старшему следователю, он сказал, она вернулась, зачеркнула, зачеркнул это старший следователь, сказал, типа, ему не понравилось, типа того, что он трогал Никиту за половой орган, ему это не понравилось, они вычеркнули это вообще из текста, и получилось так, что там не написано, что он до него домогался или кого-то лапал, и то есть то, что претензий к нему нет. Вы проходите подозреваемым в попытке изнасилования несовершеннолетних подростков? Ой, а я вообще такое не знаю, я разговариваю. Что именно вы не знаете? Вообще ничего не знаю. Вообще ничего не знаете? А заявление, что вас избили, вы знаете про это? Ничего не знаю. Вас не избивали? Вас не избивали? Машину вашу не разбили? Абонент, который разговаривали, поставил. Нормально все прошло. Конечно, может быть и сильно, но, во-первых, он живой остался, ничего там не случилось, кости зарастут. Но за это дело нужно пожизненное давать. Далее Никитин отец поехал писать заявление в милицию об возбуждении уголовного дела. Возбудили уголовное дело в отношении меня, так как меня вчера допрашивали. По статье 116, 161, так как я ранее был судим.